Речь идет о том, о неких дополнительных разъяснения по поводу концепции СБА на Петербурге. Значит, господа, я понимаю отлично, что это развлечение кажется для нас очень экзотическим. И оно, по большому счету, это и не нужно. Оно, грубо говоря, такой проект появился с большого года. А в чем состоит большой горе? А большой горе состоит в том, что в настоящий момент в Петербурге строится всего лишь примерно одна станция метро в год. Тем более новая проходка заканчивается, и люди, похоже, что-то не собираются заниматься совершенно. У нас как раз наша система метрополитена, в отличие от французской, она другая. И что такое французская система метрополитена? Это когда среднее расстояние между станциями всего 700 метров. А их РЕР, то есть наш СБАН, то есть это подземная электричка, там расстояние гораздо больше, поэтому более высокие скорости. То есть у них уже с самого начала их система построена по двухуровненности. У нас же этой двухуровненности нет. У нас как раз наш метрополитен, он нечто среднее между французским метро и одновременно французским РЕРом. Он и больше, и у него проводная способность больше, и так далее, чем у метро. И меньше, чем у РЕРа, разумеется. То есть он как бы средний. Поэтому как бы РЕР, то есть вот СБАН, построенный сверху, на метро, вторая такая система, грубо говоря, она по своим параметрам слишком близка к кербурскому метрополитену, чтобы ее надо было строить. Значит, еще раз, проект этой системы появился с большого горя. И горе, оно состоит в очень простом понимании. Мы понимаем, что миллиард долларов, выделено в развитии из центра Петербургского метрополитена, в течение 10 лет позволил бы увеличить протяженность Петербургского метрополитена в два раза. То есть как бы миллиард долларов, грубо говоря, это 7-8 километров метро в среднем, где-то с 4-5 станциями. Вот что это значит. Это означает, на уровне 4-5 станций в год можно было бы вводить. И разумеется, через 10 лет эти станции было бы уже 50, и это была бы ситуация, чтобы она изменила. Но мы рассматриваем некую экстремальную ситуацию. Экстремальная ситуация стынет, что у нас крупный какой-то представительский форум, например, летняя Олимпиада. А мы оказались в такой ситуации, что в городе нет системы общественного транспорта. Ну, потому что то, что у нас есть в городе, очень слабо напоминает нормальную систему общественного транспорта. Вот если вот такое оказалось. И тогда первая идея, которая здесь встает, как бы из наших системы железных дорог, придумать что-нибудь наподобие СБАНа или РЕРа в городских условиях. Вот откуда родился такой проект. На каком основании он возник. Мы видим, что... Извините, а где проект родился? Он в Петербурге есть? Да, да. А для чего? В смысле, используя грузовую железную дорогу? Не грузовую, абсолютно не грузовую. Еще раз я повторю, в чем состоит этот проект. Проект состоит в следующем. Вот карта как бы города. У нас есть, как бы, ветка по югу здесь проходит, чрезначная, идет с Балтийского вокзала, да? Точно так же у нас есть какие-то пути, электричи, которые проходят на север и юге города. У нас есть ветка из Колопина, у нас есть ветка из Пушкина и Павловска. Все южные ветки привозят очень много народа. Теперь попытаемся всю эту систему транспорта превратить в нечто единое, в одно целое. Что такое единое? А мы берем и копаем туннель от Балтийского вокзала до Финляндского. И таким образом, что у него будет несколько остановок на пути. Как идет поезд? Вот поезд в Сосновый полян отправляется, самый первый. Поезд Хопа, вот именно он, я говорю, что только в Сосновый полян. Он отправился всеми остановками, едет, едет. Останавливаюсь, это специально для него, не нужно новых станций придумывать здесь. Все станции, которые есть, их и надо эксплуатировать. Вот и в Улянке, и в Дачном, и в Лигово, и были про него. Он приезжает, но до Балтийского вокзала немножко не доходит. Там он запрыгивает в туннель, едет со всеми остановками, скажем, до Финляндского вокзала. Здесь он, Финляндского вокзала, выпрыгивает. И вот по этой ветке, по железнодорожной, идет в сторону Девяткина, опять с остановками в Мурино, в Ручьях или каких-либо еще. Точно так же у нас возникает ситуация, что из Пушкина и Павловска идут точно так же поезда со всеми остановками. Но подходя к Финляндскому вокзалу, они на Детельский вокзал не приходят. Они опять запрыгивают в туннель, тот же самый туннель. Тот же самый туннель. И идут по центральному направлению после Финляндского вокзала в сторону Левашова. Там у них конечный. Точно так же и с Копина. Вот они идут, идут со всеми остановками. Бац, 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 бац. Запрыгнули недалеко от площади Восстания. В туннель, тот же самый туннель. И пошли, 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 пошли. И вот здесь, я обращаюсь к Финляндии, надо построить, значит, некие новые станции. Во-первых, вот эту ветку сделали в Ухпутле, наконец-то, до Лахты, до нового центра города. А во-вторых, например, не мешало бы построить ветку вот здесь, на Луне Туристской. Вот такая. И что у нас получается? У нас все эти вот электрички ходят с интервалом 8 минут. То есть ты приходишь, ты гарантированно на платформу, и ты гарантированно знаешь, что вот скоро, сейчас придет тебе электричка. Электричка, хопа, пришла, ты на нее сел. И ты этой системой будешься как самостоятельной. Чтобы пересесть интервью на другую ветку, тебе не надо прыгать по переходам. Ты просто вышел на своей платформе и дождался поезда другого направления. Вот здесь, на этом интервале, в Финляндский вокзал, где-то интервал будет 2-3 минуты, как у метро, фактически. Так надо будет мосты строить через эти железные дороги. Почему? Ну, где-то придется, но их и так надо строить. Ведь могут сказать, что железка очень перегружена. Бедная перегруженная железка. Но вам и так придется решать проблему железной дороги. А потому что мосты и переезды, они всегда очень дорого стоят. Их останавливает транспорт. Их и так надо будет строить. Их будут строить. Их и так надо, они не имеют отношения. Есть избан, нет избана, все равно строить их надо. Они не имеют к этому отношения. Точно так же, реконструкция всего этого лужа... А почему по кругу-то не пустить? Почему надо через центр пускать, через туннель, а по кругу не пустить? Ну, радиально. Да, радиально. Дайте-то заловить. Нет, это существенный вопрос. Это правильный вопрос. Ну, я смотрю так, как максимизировать потоки. А потоки у тебя, то что ты приходишь, большинство народу едет ценно. И важно, вот выйти, не пересаживаясь, скажем, с Балтийского вокзала по всем остальным станциям метрополитена. Это долго, самое смешное, что дорого. А потому что ты вот на этой самой электричке и сосновой поляне, по правильникум ты можешь весь город под ним приехать и выйти на нужные свои станции. Конечно, опять-таки, от большой бедности родился и вот этот проект, я опять обращаюсь к Энди, который состоит в том, что вам станции здесь надо пропускать. Например, не должно быть станции в технологическом институте пересадочной. Это тоже от бедности. Конечно, было правильно, чтобы у них все станции были. И технологическом институте была, и на Витебском. Но это потребует определенного рода затрат. И у нас получится, что вот эта ветка большая, она будет полностью дублировать ветку первой линии метрополитена. И опять это не страшно, потому что страна у нас богатая, и мы вполне можем поставить перед собой накануне мифической будущей летней Олимпиады следующее требование. В общественном транспорте час пик все должны сидеть. Вот такая-то штука. Если это будет, то тогда народ будет массово пересаживаться со своих личного автотранспорта на общественный транспорт. Вот если это так будет. То есть если вот система такая-такая будет работать. Я повторяю, что этот проект, он рождается как бы от бедности, от безысходности. То есть, безусловно, выделить и по миллиарду долларов на развитие метро в Петербурге, тем более, что их газовых доходов в Петербурге много, и мы будем иметь в два раза более обширную систему метрополитена. Почему не сделать общественный транспорт только в центре, а запретить въезд частному транспорту в центр и придумать перехватывающие парковки? Ну, я считаю, что это неправильно. То есть вы получите, что в центре двигается только общественный транспорт, а частный транспорт, доезжает до какой-то границы города, условно говоря, там становится перехватывающей парковкой. Это неудобно, потому что, грубо говоря, нет мест перехватывающих парковок, это вы народ не пересадите. Ведь народу что нужно сделать? Ему нужно с меньшим количеством пересадок, и без каких-либо пробок надо добраться из точки А в точку Б. И поэтому, когда ему нужно в центре, когда у тебя здесь станция есть метрополитена в ситуации пешеходной доступности, это очень удобно. И самое главное, я хочу заметить, что та система, которой она предлагается, она предлагается системой внеуличного транспорта. Это внеуличный транспорт, естественно, в котором он уже есть. Вот этот метрополитен уже построен. И вот осталось, чтобы соединить центральным туннелем, вот соединить его туннелем, и будет вам все хорошо. Я еще тоже к Петру объясняю, почему здесь важны по-прежнему Балтийские вокзалы. А вот есть, например, электричка из Оренбалома. Она в эту систему, в систему СБАН по-петербургски, она не входит. Вот она идет, идет из Оренбалома, пришла в Сосновую поляну, здесь она сделала остановку. Через две минуты после нее пойдет электричка со всеми остановками. А она уже после Сосновой поляны не делает вообще ни одной остановки. Она едет прямо на Балтийский вокзал. И там она останавливается, наверху. Ну, может быть, еще на броневую где-нибудь сделаем. Она доехала с Сосновой, поехала обратно. Ну, в этом есть смысл. В этом тоже есть определенного рода смысл. На самом деле она сделала специальная такая электричка для того, чтобы люди, которые едут за Оренбалом, вот это самое расстояние преодолевали на 5-6 минут быстрее. Она будет как бы экспресс, понимаете? Вот она экспресс, и уже после нее пойдет электричка не экспресс со всеми остановками. И она перейдет ее на минут 10 на Балтийском вокзале. Вот она ее определит, там остановит. Почему? Зачем, если все равно садишься на эту самую, и кажется, что она сейчас идет за Оренбалом. Ты знаешь, она даже по принципу будет другая. Я же говорю, что нам потребуется для этих вещей все другой продвижной состав. В нем на вагон будет не две двери в пустомбурах, а, скажем, четыре, и более широких. То есть они в перерывы будут ездить, да, я сейчас, электричник, который сейчас существует? Да. То есть они будут в эти промежутки вставляться будут? Поскольку интервал у СБА на 8 минут, они в эти промежутки будут влезать. Вот. То есть вот я так предлагаю. Так а с кем вы полемику ведете? Веду с людьми на ТРО Петербуржский за общественный транспорт. Где-где? Петербуржский за общественный транспорт. Петербург за общественный транспорт? Петербуржцы. Это что, какой-то форум? Ну, было когда-то. Да, был такой, есть такой форум. Когда-то он так назывался, сейчас как «Общественный транспорт Петербурга» он называется. То есть вот такая вот речь. И мы получаем сразу же для Лахты, мы имеем вот эту ровную систему суда. У этого, на мой взгляд, главная проблема этого проекта, это является удивительная разница в нагруженности железных дорог на юге и на севере. На севере никто почти не ездит, а на юге ездят очень многие. У нас не получится ли, что ситуация, пришли на 15 вокзал, потом в море на ручьи и поехали пустые поезда. По сути, вот отсюда. Или вот так, точно так же. Как раз вот за этот рудимент до Лахты я-то спокоен совершенно. Но мы имеем фактически систему, я говорю, что с тремя линиями, почему она будет понизывать весь город. Тут же вопрос возникает, а почему само строительство, допустим, не знаю, там, жилищное строительство тоже не совместить с тем, как устроен транспорт? То есть привязать как бы потоки, что для того, чтобы привязать потоки людей к тому, как транспорт устраивается. Ну так иногда делать. То есть выдавать землю для строительства именно там, где проходит этот существенный транспорт. Ну это правильно, вот в этом идея Лернера. Это как бы системный подход. Сейчас нет в Ленинграде свободной земли. Вот в этом состоит идея Лернера. Ведь он знаменит не только системой БРТ своей, а знаменит еще, как называемой, своей знаменитой гребенкой. Гребенка? Гребенка. Которая в Бразилии, да? Да, которая в Куритиве. Все, в чем он состоит. Он говорит, что у нас в городе есть некий ресурс, который ограничен. Это требование дорог и инфраструктуры. Она имеет пределы. Говорить о каком-то регулировании рыночном относительно этого ресурса нельзя. Почему? А потому что, ну, не бывает рыночного регулирования на хлеб в Благодарном Ленинграде. Ну это я уже говорил. Ну не бывает. И также же этот ресурс. И сейчас транспорт с этими бизнес-центрами строится там, куда легче добраться. Там, где дороги есть. Поэтому он придумал систему дорожного строительства. Оно состоит, что если у вас есть широкая улица, то около дню ты можешь строить высотные дома. А дальше, чем дальше ты от нее, то она, значит, эта высотность будет спадать. Уходя до одного-другэтажных зданий. И потом, когда идет у тебя и в следующем мощная артерия, у тебя опять высотность повышается. Вот такие волны проходят по всему. Они такие проходят по всему. Это как бы вот называется «ребенка Лерна». Просто вот как волна. Ну это логично. Просто научный подход к тому, как... Да, это научный подход. Там у нее какая-то формула, я хочу все посмотреть, но никак не посмотрю. Которая их делает. А у нас пущено все на самом деле на некую стихийность. Да, на самом деле люди эксплуатируют некий невосполняемый городской ресурс, которым являются дороги, инфраструктура, система общественного транспорта. Поэтому я предлагаю ряд мер, очень популярные в городе, которые можно сделать. Но одно из них состоит в том, что мы должны полностью запретить строительство новых торговых центров и бизнес-центров в центре города. Вот взять с определенного момента, мы подводим черту и говорим, что у нас ни одного крупного торгового центра, ну там больше, скажем, 500 метров в городе, не появляется в центре города. И ни одного этого строят жилье в гостинице, а никакого бизнес-центра здесь они будут запрещены. Это вот надо сделать, потому что в ксихийном центре есть некий невосполняемый ресурс. И по большому счету люди, которые строят бизнес-центр или торговый комплекс, они отчасти занимают этот невосполняемый ресурс, то есть дорожный, и вместо парковок у всего окружающего населения. Что неправильно. Что неправильно. Вот для этого как бы система... Можно подземные парковки делать. Ну, это чрезвычайно дорого было. Но это понятно. Те, кто хочет строить в центре, пускай делают подземные. И это тоже не так, потому что улицы все равно не резиновые. Вот вам пример большого центра нашего галереи. Там действительно большая подземная парковка. Ну, в чем проблема? Ну, вы довесили дополнительный трафик в центр города, на Лимовский проспект. А зачем? Я считаю, что, ну, конечно, с ямой надо было что-то делать со знаменитой. Ну, сделали красиво, мило. Гараж надо было там построить огромный. Ну, а где инвесторов взять? А, что значит, где инвесторов взять? Второй десяток лет золотой дождь степится, инвесторы. Милый, милый, красивый комплекс построили. Но с точки зрения... А почему у него милого и красивого? Зачем там эти 40 тысяч, или сколько там, 20, или 40 тысяч квадратных метров? А зачем? 220. А 220. А 220 зачем? Ради того, чтобы сделать дополнительную нагрузку на этот Лиговский проспект? Ну, да, сделали дополнительную. Ну, хорошо, что они большинство на водные есть. Нагрузку создавать не надо, ни в коем случае. Надо эту нагрузку снимать. Вот сейчас людям и людям говорят, предпринимателям и девелоперам, ребята, они слишком ли выслижен эту выборскую набережную взялись развивать. Вот этот кусок со всеми его бизнес-центрами и всем прочим. Ну, слишком на самом деле. И опять пытаются продать некий невосполнимый для города ресурс. Появится ЗСД, народ будет хручковаться и строится в ЗСД. И так далее. Вот. То есть, как бы, я сейчас, снова перед твоим вопросом возвращаюсь. Я все равно думаю, что, например, тот же Балтийский вокзал, надо попроложать его эксплуатировать, допустим. Потому что для... Это значит, любые вокзалы, они и есть? Ну, он должен. То есть, электрички из Петергофа, из Калища и, скажем, из Авинитбаума должны покойно на него пребывать. То есть, эта система, она их не включает. Они как работают, так и работают. Также электрички из Гатчины. Как ты же говорил, что это невыгодно. Ну, это относительно невыгодно. Но вот, все равно система как работает, так и работает. А здесь уже, почти в городской среде, она должна превратиться уже вот в этой самой РЭСПА. Исключением, конечно, Пушкин, Павловск и Колпино. Электрички должны быть из Колпино, достаточно часто сюда идти. Как решать эту... Совмещать эту проблему с дальнейшем скоростных поездов, я не знаю. Но все равно эту проблему надо как-то и решать. Поэтому, ну, здесь, поэтому эта проблема. Точно так же в Пушкине. Там население в ближайшие несколько лет со 100 тысяч человек вырастет до 150 тысяч человек. Как мы это должны вывозить? Метро мы там не построим. Единственное, построить пару развязок, ну, чтобы мог через эти пути, вы знаете, да, прям у Пушкинской платформы, прям... Гачино, вот эта проблема огромная. Этот переезд на Гачино, это просто большая сзадица. Два переезда, это капец. Люди часами там стоят. Ну, это Гачино, это далекий разговор от нас совсем. Часами, я сам стоял там полчаса или что-то еще. Ну, это тоже ее можно решить. Разбитый переезд, не сделать там нормальный, это просто бред какой-то. Настолько там все плохо, чтобы просто слов нет. Ну, в Гачино, там ситуация, что там, что переезд находится в общем-то таком смешном месте, где какое-то движение поездов и движение всего прочего транспорта, оно ничтожно. Тем не менее, люди стоят в пробках, его закрывают. Там есть ездит какой-нибудь тележка с кранчиком, и назад-вперед ездит по этому пути, а в это время все стоят. Ну, это другой вопрос, как у железной дороги ограничена организованная работа. Ну, я провожаю. И вам поэтому, и вот это ответвление, скажем, Слигова, да? Где у нас там Слигова, да? Вот Слигова, вот оно, кто там вниз уходит, на сторону Гачино. Его тоже трогать не стоит, ни в коем случае. То есть они опять прибыли, сделали в Лигово и Броневой две пересадки на систему из Бана, а дальше она приспокойно прибыла, эта электричка, на Балтийский вокзал, и там она отстоялась. Хотя эта ветка настолько низко востребована, что я даже не знаю, что с ней делать. Если там, со стороны Татьянина подъезжает поезд, достаточно много там народу ездит, там Северская, что-либо еще, то эта ветка востребована очень слабо. То есть вот такова ситуация. То есть все это, весь этот проект задуман из большой как бы нищеты. То есть попытка буквально за 2-3 года, я напомню, что от постановления ЦК ВКПБ до опуска первой ветки Московского митрополитена прошло полтора года. То есть если как-то вам захочется очень быстро и просто решить вот эту задачу, и вы получите лишних 1-2 миллиарда долларов, то действительно за очень небольшие деньги можно получить еще порядка 120 километров системы, близкой к метрополитену, соответствующей войсбану в Германии, Реру в Париже и аналогичной системе Сан-Пауло, которая по сути, а не метро, вот такая аналогичная система Сан-Пауло, в Большой городе, 7-12 миллионов человек, и вывозит. Как и регион Парижа, 26 миллионов. Метро тоже там много играет. Реальная вещь вот такой системы транспорта. И, ну, говорю, что этот проект как бы от горя. Потому что существует, например, Мадрида, Сеула, не говоря уж о Пекине, когда 100 километров спокойно строили, метрополитена строили за 10 лет. Все это сделать тоже можно, но почему-то неохота. А можно еще и такую систему сделать, и метрополитена поднастроить. Если у нас будет летняя Олимпиада, мы, может, получим достаточно много денег под все это дело. И страница к одному очень простой вещи, что у вас в общественном транспорте все люди в часы пик должны иметь возможность сидеть. Все ради человека, ты уже этот принцип объявлял. Да, все ради человека. А как же быть с маршрутками? Я, кажется, знаю этого человека. Нет, просто... Я понятно, а как же быть с маршрутками? Ты как-то про маршрутки вообще ничего не говорил. Что мы... Я про маршрутки уже говорил, что они тихонько должны переходить в систему БРТ. БРТ, БРТ, БРТ... Просто в каком-то смысле маршрутки ведь и работают в этой системе, да? Только просто они перевозят мало народу за раз. Нет, но они и так... Они нормально перевозят. За раз они... А я вообще... Это другая система, Саша, если вы захотите посмотреть это видео. Это другая система, которая слизана... Это метробаз, то есть это система метро, работающая при помощи автобусов на выделенных полосах. Где? На каких полосах? На выделенных. Ну, давайте я расскажу тогда о ней еще раз подробнее, как эта система устроена. Ну, вот опять берем наш любимый Юго-Запад, Юго-Запад. В чем здесь главная проблема? У нас здесь над железной дорогой существует по большому счету два переезда. Первый переезд это Постачек. Второй переезд это у нас Пожуково. Да? Вместе с этим у нас есть широчайшая-жирочайшая Кронштадтская дорога, в которой идет вот этот трамвайный мостик. Вот по этому трамвайному мостику переездит очень мало народу пассажиров. Ну, реально очень мало народу ездит. Их я посчитал когда-то, несколько лет назад. Зимой, в час пик, в час около 4600 пассажиров. То есть, упустить там легковой транспорт по этому мосту? Нет. Значит, что я предлагаю? Я рассказываю, что я предлагаю сделать. Значит, этот, ну, разумеется, как я всегда говорил, что система, трамвайная система Петербурга должна быть ликвидирована полностью. Тут это, тут как бы уже говорить даже и нечем. Ясно, что почему. Ну, что мы это создаем по-большому? Ликвидировать трамвайную систему Петербурга. А почему ее не сделать, чтобы вот она подвозила, связывала пригороды и города, и, допустим, там, отдаленные? А чего ординальный, ну, это естественный процесс. Что, конечно, надо бедить? Бабюшу Бадовигенко отправили из Петербурга, но делай ее живой. А где же ее удивит-то? Мне это как раз эту Яковлю ее, но он не придирал, а она-то что? Она почти ничего не тронула. Нет, я уже говорил, почему пригороды ты не можешь связывать при помощи трамвая, а потому что скорость их низкая. У тебя либо ты выбираешь большую часть количества снов, как есть у трамвая, либо скорость. Ни одна трамвайная система города, ни одного города в мире, не работает выше средней скорости 20 мм в час. Теперь в условиях супергорода, такого как Петербург, трамвай поэтому не является никаким транспортом, он не может. Функцию подвозки в метро он тоже выполняет плохо. Почему? Потому что трамвайные пути по каждому переулку не положишь. В отличие от автобуса. Он выполняет. Ну, я и говорю про его принципиальный антигуманизм. Он рекордсмен по шуму, по шумовозабрязнению среды, и поэтому, безусловно, трамвайная система города должна быть ликвидирована. Я уже про это многократно говорил. Нигде, нигде у нас есть нормы по перевозке. В СНИПе, которые говорят, что час пик должно быть 5000 человек, есть очень похожие материалы, скажем, конференции по легкому рельсовому транспорту. Там они говорят, что в среднесуточные 2000 человек, это те же самые 5000 человек в часы пик среднесуточные. Что это означает? Это означает, что у нас нигде, ни на каком участке настоящий момент трамвай не переводится только на воду. Больше всего он переводит в юго-западном узле. 4 600 на автовском трамвайном мостике. Но это 4 600 по трем веткам. По трем веткам. Потом они разъезжаются. То есть он где-то везде в 3-4-5 раз меньше нужного пассажиропотока. По сути, по закону. Он должен быть по СНИПу. Он должен, трамвайная, либо СНИП не называется СНИП, он должен быть ликвидирован. Ну, кроме того, мы знаем, что Антрефолева, я там посчитал пассажиропоток в час, сейчас пик. 50 человек в час, 50 человек в час. 100 раз меньше, максимально нужно. Такой же, вот здесь, на Кроновском проспекте, возле станции Нитурговой, такой же пассажиропоток. То есть он везде не востребован. Полностью. То есть это абсолютно не нужно никому бесполезный вид транспорта. И плюс жесточайшее шумовое загрязнение среды. И здесь вот это бессмыслие занимает целиком один кронштадтский путеполок целиком. У нас узкая улица, отдана, шелкая улица, отдана исключительно трамвай. Что я предлагаю в этой ситуации сделать? Опять-таки, по поводу БРТ. В генеральном плане у нас сказано, что поставщики, система развязывается. Жукова, совсем прочая, большая система развязывается. Его генеральный план до 15-15 года действует, его надо сейчас выполнять. Мы его выполняем. Тогда мы строим его заранее в таком виде. Три полосы в одну сторону для личного транспорта, три полосы в другую сторону, и четыре полосы, выдвинутые для автобусов. Дальше эти автобусы, подходя к станции метро автора, почему я станцию метро автора выбрал? Потому что одна из немногих станций метро в городе, которая не исчерпала поделать свои загрузки. Вот автор. Там весная, по-моему, еще. Ну, вот и несколько штук. И ты, значит, и как у нас это дело происходит? И вот они едут по этим стачкам, и доезжают, значит, до автора. И тут они как бы меняются местами. Часть автобусов идет по Кронштадтской улице, это те, которые идут в сторону центра, а часть, разворачиваясь, например, на дороге Туртанные острова, около автора, идут навстречу, как бы, общему потоку. И у нас получается, значит, что у нас получается встать около станции автора? У нас получается четыре полосы для личного транспорта в каждом направлении, потом это движение одностороннее. А часть по старше, часть по Кронштадтской улице. И четыре полосы, то есть по две, в каждую сторону для автобуса. То есть шесть полос. Мы имеем шесть полос, а какую мы сегодня ситуацию из-за трамвая имеем? Мы имеем реально полторы полосы пропускной способности возле автора. Почему? А потому что там сколько, чем маршруток. То есть народ не ездит на трамвае, не востребованного трамвае отдана широченная Кронштадтская улица. А с другой стороны, из-за скопления маршруток, даже на личном транспорте, народ от автора приехать очень мало, плохо может. А так у них будет четыре востребованных, четыре простых полосы, без какой-либо парковок, без маршруток, без всего. А маршрутки будут на двух оставшихся кучковаться. И вот у тебя и возникнет ситуация. Захотел ты из Сосновой Поляны поехать, да? Тебе из Сосновой Поляны нужно континенту? Нет. Нигде тебе не нужно. Ни в Белоблесе, никуда тебе не нужно. Ты по большому счету приехал на статчик на эту выделенную полосу, в своей полосе. Дальше твой автобус делал другую остановку и полетел по всем развязкам без остановок прямо до автора. Там уже в станции метро, они как трамвай через квартал высаживают народ, народ спускает спокойно в автово и едешь дальше на метро. Ты сделаешь оборот, и опять он же едет точно так же, на большой скорости, да, с Сосновой Поляны. А для чего нужна вот эта единственная остановка? А для того, чтобы желающие люди, которым надо выходить там на Доблице, где-либо еще, могли выйти на остановках метробаса, дождаться своих пассажиров, сесть туда и доехать со всеми остановками. А эти несутся мгновенно. И разумеется, эту систему можно продолжать до бесконечности. То есть вы понимаете, да, что у нас получается? В результате в автово мы имеем вместо полутора полосы в каждом направлении для общественного транспорта, мы будем иметь четыре полосы для личного транспорта, две полосы полноценных выделенных для общественного транспорта. И все это за счет ликвидации невостребованного трамвая. Орен в жизни людей, которые живут вдоль громочищего этого монстра, подвинется. Не надо делать людям вид, что у них там какие-то пассажиры есть на этом самом трамвае. В настоящий момент, конечно, то, что по политическим причинам люди вынуждены завышать реальный пассажиропоток трамваев в разы, это является большой проблемой. Это не добавляет очков городской власти. Это привычка к тому, что постоянно лгут люди. Это очень вредная привычка. Вспомним, те времена, я вам напомню, когда у нас по карточкам было, когда не было валидации. Так, ребята так нарисовали пассажировоток, что в 98-м году трамвай предвозь больше, чем метрополитен. Представляете, как надо было рисовать? Вот они приписывали себе этих мифических льготников, потом приписывали их миллиардами в год в месяцах. Вот такие вот вещи. Дело в том, что нельзя все сводить припискам, потому что протяженность трамвайных путей значительно больше, чем протяженность линии метрополитена. У нас там 100 километров, что ли? А теперь делаем одну очень простую систему. У нас в метрополитене 2200 вагонов. Теперь у нас трамвайных вагонов 770. Значит, таким образом получается, что метрополитен в три раза больше у нас вагонов нет. Это совершенно правильно, что можно считать разными способами. Да, три раза. По статистике у нас получается, что средний трамвайный вагон приводит только сколько метрополитена в день. Кто в это поверит в здравом уме? Да, что надо перепроверять через другие показатели. Это все правильно. Кто в этом здравом уме поверит? Кто может это поверить? И тем не менее, вот эта лапша вешается на людям. А почему она принимается городскими властями? А потому что они вынуждены закрывать на это глаза и это скопление ржавых гробов финансировать за счет городского бюджета. Потому что если они покажут реальные свои пассажировотоки, если они о них узнают, то финансировать это нельзя будет. Придет систему закрывать. На это городские авторитеты не могут пойти по политическим мотивам. По каким-то порядкам. И вот они делают вот этот самый вид. Ну нет, но есть же общественность, которая считает, что... Ну я говорю по политическим. По политическим мотивам они это сделать не могут. Вот вы вспомните вот этот знаменитый ремонт на улице Трефолева. Мы два года все стояли в копках здесь. Вот два года здесь стояли в копках. На улице Трефолева, Калинина, вот здесь. Когда он здесь шел. Ремонтировали трамвайные пути. Пассажиропоток 50 человек в час, час пик. А так ничего меньше. Это даже не пассажиропоток маршрутки. Даже непонятно это что. Были затрачены миллиарды денег, которые были отняты из бюджета. Люди, стоящие в копках, потеряли миллиарды часов на этом деле. И все это пшик. 50 человек в час. 50. А не час пик там, вообще пусто. Это вот безумие вот это трамвайное. Но продолжает существовать каким-то образом. А все происходит из-за известного анекдота. Да? Известного анекдота. Дедушка, война давно кончилась. А ты еще поезда под откос пускаешь. Давно уже с Яковлевым все разобрались. Ему тогда ликвидацию трамвайных путей. В массовое сознание, не реально как его главный недостаток. Яковлеву уже давно нет. Уже Матвиенко нет. Уже полтавщик губернатора. А мы все еще поезда под откос пускаем. То есть, прошу прощения, сохраняем трамвай. Уже и закупить его нет. Вы, может быть, не знаете. Ну, теперь вот, был недавно конкурс по трамвайным вагонам. Одна штучка такая, с другого калинина. Стоит 50 миллионов рублей. На него можно купить автобусный парк и небольшого райцентра. Целиком. За один трамвай. А один вагон трамвая? 50 миллионов рублей. Конкурс был не гранат. Победил у белорусских призводителей. 50 миллионов рублей. У него еще военное назначение есть. Нет, у них нет военного. В качестве танка. Нет, ну, что-то это уже такая фантастика. Нет, они все очень дорогие. Почему-то, может, потому что меди много. Я не знаю почему. Но трамвайные вагоны очень дорогие. Гусеница может и 5 миллионов евро стоит импортная. Да там металла, наверное, много чего. Ну, они вот, не знаю, миллион. Это вообще, что-то уже какие-то вообще непонятные за облачные цифры. Но то, что враг трамвайного движения ярко выражен, это понятно, значит, но, так сказать, ну не до такой же степени. Потом... Что значит не до такой степени? Что я цифры эти придумал по поводу 50 миллионов рублей за трамвай? Или я снег, трамвай, например, пустые линии по поводу 50 тысяч человек? Час придумал, что ли? Да нет. Давай, конечно, бессмысленно. Занимает много места, провода, шум неэкономичен. Конечно, он в городе не нужен. Ну, пробки создаёт, конечно. Пробки создаёт. Да и дороги портят. Это тоже надо учитывать. Потому что во многом ремонт дорог просто связывает с тем, что трамвай проходит, там всё разбивает. 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 И приходится каждый раз там всё переплачивать. Да, да. То есть вот это такая штука. За сколько эту мёртвую систему пытаются люди сохранить? Да уже за это время, я не знаю, метрополитет, который можно было уже построить. Они эту мёртвую систему пытаются сделать. Вот сейчас вот трамвай вот только что прошёл. Ну вот он чего прошёл? Сейчас сколько уже? Прошу прощения, уже больше 12 часов ночи. Но нет пассажиров. Чего он ходит тут под окнами? Он же че... Он весит 50 тонн. Сколько времени? 23-30. Да, 23-30. Он весит 50 тонн. Он на каждой перекоске и каждой станок нужно замедлять и ускорять эти 50 тонн. Насколько это дело неэкономично? Раньше электричество дёшево стоило. Сейчас как раз электричество. Да, раньше стоило. Сейчас оно не стоит дёшево. А поскольку в наших... Раньше было выгодно, по крайней мере, с экономической точки зрения. А поскольку... Возьмите современный дизель, у него КПД 50%. Возьмите тепловую электростанцию, среднюю Россию, у него КПД, в хорошем случае, но процентов 30. Плюс у нас потери в сетях составляют 25% где-то порядка. И так далее. И мы поймём, что КПД, например, трамвая, то есть из всех этих сетей, оно ниже в 3-4 раза, чем КПД современного автомобиля. Да нет, ну Игорь, надо это, конечно, по-серьёзному говорить. Нельзя так всё это утрировать, как вы, конечно. А почему? А что такое серьёзный разговор? Я, по-моему, предельно серьёзный. В чём я не серьёзный? Какой метро? Это подземная железная дорога. Это тоже трамвай. Поэтому ратовать, значит, за снятие рельсов сверху и прокладкой рельсов внутри, значит... В чём отличие метрополитена? Во-прежнём, средняя скорость движения. Если петербургский трамвай это 13-15 км в час, то метрополитен это 40 км в час. Ну, если петербургский трамвай, у вас сейчас такая система. А лучшие трамвайные системы мира ни одна не превышает 20 км в час. Ну, нету такой системы, которая приездила быстрее бы 20 км в час. Трамвайная система Ленинграда. Ну, плюс светофоры, пробки и прочее. И там уже не ездила 20 км в час. В 1960-х годах, когда не было машин, то чего ездила, может быть, 11 км в час? Или 12 км в час? Вот 36-й трамвай ходил от Казанского дострельно за час. Я вот садился на Плеханово. Ну, это сколько там километров? 20-30? Дострельно? Ну, в смысле от Синой до нас 20, а дострельно, значит, ещё, наверное, 4-20. 23 км в час? Офигенная скорость. Офигенная. Это по пустому городу тогдашнюю. 23 км в час. Вот такая вот система замечательная. Это же просто рекорд. Ну, вы понимаете, что то, что вы говорите, что связать, значит, вокзал на подземной железной дороге, когда этот проект существовал, он, значит, он существовал порядка более там 100 лет. Вот, ну, как бы он выдвигался в качестве темы для обсуждения, то есть это порядка было 40-30 лет. Ну, вот я это просто не знал, я считал, что я сам его придумал. Нет, нет, не вы придумали первую, значит, и когда, значит, очередная, это прокладка очередной линии метро или там, или этого ратюрса, то современную ситуацию, как там сделали, можно сейчас соединить, ну, без значительных спусков или подъемов, или нет, я не знаю. Но то, что надо соединить эти вокзалы, это было, значит, ну, козе понятно, и всем понятно еще и 40 лет тому назад. Поэтому, значит, вот, исходя из этого, вот этого соединения этих вокзалов, ну, севера и юга, я из этого являюсь и противником, значит, вот этого западно-скоростного диаметра, в котором, значит, 20 километров мостов. Я считаю, всяко, значит, пустить, значит, прокопать туннель, метро, тут же у нас, с нашим метростроевским счетом, это будет дешевле. И, кстати, экономических, технических обоснований, расчетов никто не приводит, ни как не по метро, ни так по этому, вот сейчас, как по этому Орловскому туннелю, так же, как не приводили у нас... Нам может это занять пример. Нет, я говорю, просто как варианты. И так же, как вот это, ну, надземный экспресс у нас планировался по красивейшим двум проспектам, проспекту Ветеранов и Дунайскому проспекту, технико-экономическое обоснование, значит, там ничего не было выложено. То есть, по этому, грязь идет просто-напросто о воровском режиме правящей власти. Ну, я так и раз считаю, что проект западно-скоростного диаметра практически идеальный. Я уже об этом рассказывал. Ну, где технико-экономическое обоснование? Ну, ладно, это, да, это... Где? Это другое технико-экономическое обоснование. Может, действительно, был какой-то альтернативный проект, более дешевый, там, и более... Нет, но у меня речь вот... Где оно? И зачем это? И зачем, собственно говоря, нам это в Российской Федерации, несмотря на то, что мы потеряли много земель, значит, еще намывать делают намывные территории? Зачем вот на этой карте висит намывная территория на Васильевском острове? А чем плохо-то? А зачем? Вы выложите из своего кармана намывную эту территорию, вот вы захотите, и выкладываете из своего кармана. А я не хочу из своего кармана выкладывать. Да нет, а на самом деле она удивительно дешевая, там в районе 100 квадратных метров, чуть ли не 100 долларов. Так все... Это она там реально дешевая. Но не о том идет речь. Ну как, не о том, а речь идет. И то же самое, значит, вот как таковой, вот сейчас то, что называется генеральный, как это, план Санкт-Петербурга, который был принят там 4 или 5 лет назад, который вот это реонирование установил, зона, фактически-то он не является как генеральным планом развития города, а он является, я недавно про это просто совершенно случайно узнал, я думал, что он как называется, как план развития. А он это просто является, как это, описание статуса КВО, что вот эти зоны для этого, эти зоны для этого и для того-то. И допустим, я так и не понял, что то ли это проекты выдвигаются, то ли в том же, значит, сейчас вот этом генеральном плане, вот эта зона, промышленная зона обводного канала, значит, планируется там под жилищную застройку. Ну, извините меня, а где вот это 5-миллионное население будет работать? И тот же взять, вот, допустим, пример, город Пушкина, да, вы говорили сейчас там 100 тысяч, там будет 150 тысяч, да, и где это население работает? Возьмем, значит, вот этот вам известный город Сестрорез, да, где на Сестрорезском инструментальном заводе раньше было, работало 5000 человек, и, значит, эти жители Сестрорезской не ездили в Ленинград, и, соответственно, эмиградцы не ездили туда. Вот и не было никакого маятника, и не нужно было это безумное, значит, количество железных, надземных, автомобильных и так далее дорог. И что сейчас Сестрорезский инструментальный завод, что с ним стало? Ну, вы знаете прекрасно, что с ним стало. Да, понятно, я знаю, конечно, но вот это факт. Поэтому я хочу сказать, что просто я вообще как сторонник комплексного подхода, что то, что вы говорите, да, это хорошо и правильно, но надо рассматривать проблему комплекса, развивать все системы транспорта. И в том числе, еще вот момент важный, что надо всем знать, что при правительстве Матвиенко, вот она сколько была у нас на царствовании, ни одни планы по строительству метрополитена не были выполнены. Значит, планы принимались, но потом они через 5-6 лет, они корректировались, и все. То есть то, что сейчас там вот эти станции, вот это, как там, Пражская и так далее, вот на Пасофийской должны быть, Бухарейская, Водициая, эти станции должны были ввести несколько лет тому назад. Просто план это был откорректирован и так далее. А что такое вообще метро? Метро – это закапывание денег под землю. Это надо помнить и знать. И вообще вот для такого города у нас, у нас исторический город, и надо тогда принимать концепцию, и в смысле, чтобы жители с этой концепцией соглашались, что да, у нас есть какие-то районы исторические, вот никак, чтобы не было этих безумных проектов строительства, этих 400-метровых небоскрёмов, значит, на фоне, значит, Смольного собора, или там в другом месте в каком-то, вот таких безумных проектов, что да, вот какая-то часть, допустим, города является исторической, там, в радиусе, там, 8 или 10 километров, и это уже оговорит, значит, какие-то островки, значит, являются из этих исторических зон, и дальше, значит, в этих зонах что-то должно строиться, и, соответственно, должны быть экономические и административные меры. К примеру, одна из административных мер, но это население должно понимать, нет места для автомобиля – нет автомобиля, вот так. Хочешь их, значит, нет въезда на танках, вот там, на больших автомобилях в центре города, хочешь ездить по центру – пожалуйста, едь, там, или на велосипеде, или, там, на этом мотоцикле, или, значит, там, на легкой легковушке, там, ну, типа Запорожца, там, или как там сейчас импортное название такие. Вот. Все, значит, все это, эти, с зенем автотранспортом во многих странах, значит, это все было 30-40 лет назад, в Западной Европе решено. То есть, там, нет, значит, места, нет автомобиля, значит, строится дом, не строится дом без этого гаража.